После закрытия пункта пропуска Зайцева людям приходится идти по минному полю на работу в Артёмовск. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы специальной мониторинговой миссии УБСЕ Александр Хук, передаёт канал 112 Украина. Хук рассказал, что накануне в больницу Дзержинска попали двое жителей Зайцева, которые наступили на растяжку около пропускного пункта и получили ранения. Представители миссии зафиксировали мины на блокпосту так называемой ДНР в Ясиноватой, и возле украинского блокпоста в Марьинке, отметил Хук. Как сообщалось ранее, в Госпогранслужбе заявили, что до прекращения обстрелов и стабилизации ситуации нецелесообразно открывать контрольный пункт въезда-выезда Зайцева. 3 февраля славянский суд продолжил рассмотрение дела о смертельном ДТП. Напомним, 1 августа прошлого года в славянском районе внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем «Шкода». Водитель «Шкоды» погиб на месте, а пассажиры, женщина и 10-летний ребёнок умерли в больнице. За рулём внедорожника был милиционер Павел Панасюк. Он скрылся с места ДТП. Как заявляет прокурор, Панасюк был пьян. Панасюк признаёт вину только в том, что оставил пассажиров «Шкоды» без помощи. Во время очередного заседания прокурор попросил продлить срок пребывания Панасюка под стражей на 60 дней. Защита ходатайствовала о домашнем аресте, мотивируя это тем, что обвиняемого на иждивении малолетний ребёнок и появились проблемы со здоровьем. «Великая вероятность того, что остальные пребывающие на свободе могут идти с методом у них не особого рабочего карания за сквозь криминальные правопорушения и другим способом перешкоджать криминальное правопорушение. Такие висновки гранатуются на том, что Панасюк зник из места ДТП раз после его выполнения. Заходящий до задания правильной водительной допомоги послаждал. Одно из оснований применения меры пресечения указано, что Панасюк скрылся с места преступления и так далее и тому подобное. Обращаю внимание, момент скрылся, знаете, можно трактовать по-разному. Да, действительно, он ушёл с этого места. Это факт подтверждённый, подтверждает сам Панасюк, это действительно никто не сомневается в этом. Но, момент скрылся, он после того, как, ушёл с места происшествия, он пришёл домой, о чём уведомил руководство подразделения, где он работал. Представитель потерпевших заявил о том, что мать обвиняемого владеет недвижимостью в Крыму, и это может спровоцировать бегство обвиняемого. Потерпевшая Ольга Корнилова заявила об угрозах в соцсетях. На мою страницу ВКонтакте были отправлены угрозы жизни. Во-первых, были отправлены факты, которые касались, не факты, а была ложная информация по поводу моего отца. Во-вторых, были угрозы жизни. И в чьих больше, это моё личное мнение, интересов, кроме как Панасюка и семьи, такие угрозы посылать нельзя. Ну, я считаю, это провокация. И, скорее всего, это давление она пытается устроить на меня, ну, как бы этим путём. Потому что у меня интернета нет. В итоге судья Елена Неженцева решила оставить Павла Панасюка за решёткой ещё на 60 дней. Суд продолжается. Верховная Рада приняла законопроект номер 3854, согласно которому переименуются населённые пункты в 17 областях Украины. Об этом сообщает портал Верховной Рады. Так, в Донецкой области город Артёмовск переименовали в Бахмут. Артёмовский район, соответственно, Бахмутский, Дзержинск, Торецк, а Красный Лиман – Лиман. За соответствующий проект постановления проголосовали 230 народных депутатов. В общем постановлением переименовано 169 сёл, посёлков, пять городов и один район. В общем постановлением переименовано 169 сёл, пять городов и один район. В Константиновке хотят распустить Гурсовет. В суде начато рассмотрение иска общественных организаций, которые просят признать недействительным полномочия городского совета и городского головы. Общественники аргументируют свою позицию тем, что определённой Конституции пятилетний срок полномочий истёк в октябре 2015 года. Очередные же местные выборы в прифронтовом городе не состоялись. По словам главы общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля», они ранее поднимали эту тему в обращении к президенту, но получили отписку. На то, что сроки полномочий истекли, и самих полномочий в этом случае быть не должно. Но, как обычно, мы получили отписку со ссылкой на закон о местном самоуправлении. Начальнице юридического отдела исполкома горсовета исковые требования назвала необоснованными. «С урахованием вымога закону я считаю этот позов необрунтованным и таким, что не подходит задоволению». Теперь «Кто прав, решит суд». Следующее заседание назначено на 22 февраля. Субтитры создавал DimaTorzok